Привет! Меня зовут Денис и я профессионально занимаюсь прямыми эфирами. В этом видео я покажу, как настроить мультистрим между двумя платформами. Покажу, как настроить горизонтальную трансляцию на Twitch и вертикальную в TikTok. В первую очередь нам понадобится три программы. Первая это OBS Studio, в которой мы будем настраивать сцены. Вторая это TikTok Live Studio, которая позволит нам стримить в TikTok. И третья это виртуальный аудиокабель. Он будет заниматься передачей аудио из OBS Studio в TikTok Live Studio. Помимо трех программ нам еще потребуется два плагина для OBS. Итак, первый из них Item Vertical. Этот плагин позволяет нам сформировать вертикальную сцену и отдать ее посредством виртуальной веб-камеры в TikTok Live Studio. Второй плагин Audio Monitor. Он позволит нам забрать уже сформированный аудиопоток из OBS непосредственно в виртуальный аудиокабель, а виртуальный аудиокабель мы подключим, собственно, в TikTok Live Studio. Давайте пойдем и установим все программы и все плагины. Первое, OBS Studio. Заходим на официальный сайт, жмем кнопочку Windows, начинается загрузка. Следующее, TikTok Live Studio. Жмем скачать для Windows и устанавливаем. В качестве виртуального аудиокабеля я буду использовать виртуальный аудиокабель от WB Audio Software. Он у нас бесплатный. Единственное его ограничение то, что он один, но для наших задач его должно хватить. Собственно, жмем вот эту вот кнопочку, скачиваем архив, разархивируем. Жмем установить виртуал аудиокабель сетап x64x. Пользуемся. Item Vertical. Переходим на страницу форума с плагинами. Жмем Go to Download. Нас перекидывает на официальный сайт и сразу же начинается загрузка. Если не начинается, то жмем сюда. И Audio Monitor. Просто жмем кнопку Download. Выбираем версию Installer. Жмем Download. Разархивируем, устанавливаем как обычную программу. Итак, мы скачали все необходимые программы и плагины. Установили их. И давайте пойдем настроим это все. В первую очередь запускаем OBS. После того, как вы запустили OBS, давайте сбросим сцену. Переходим в doc панели. Сбросить doc панели. Соглашаемся. И видим, что у нас выглядит цена вот таким вот образом. Я создал вот такую сцену intro, вот такую сцену main и вот такую сцену камера. Также, да, у нас есть три аудиоисточника. Микрофон, музыка и игра. Давайте подрубать наши плагины. В первую очередь идем в doc панели и включаем Vertical. Отлично. Так, теперь нам надо дать него еще пару панелей управления. А именно Vertical. Сцены. Vertical. Источники. И Vertical. Переходы между сценами. Переходы между сценами я не буду показывать, как настраивать. Поэтому я их закрою. А вот источники и сцены я размещу как-нибудь вот так. Здесь у меня будут источники, а здесь будут сцены. Теперь можно разделить это окно вот так. Теперь нам надо добавить сюда сцены. Давайте добавим. Вот у нас есть сцены intro. Берем эту сцену, переименовываем ее Vertical intro, Vertical main, Vertical camera. Давайте продублируем все, что у нас есть на сцене intro. У меня здесь BG video. Вот, перезапустил, заработал, все. Вот наше BG video. Собственно, я его располагаю, так и хочу видеть его на вертикальном. Добавляю нашу надпись. Будет она вот так вот. Поскольку этот кусок был слишком душным, я его вырезал. Так что переходим уже к готовым сценам. Все, теперь у нас есть два набора сцен. Первые горизонтальные, вторые вертикальные. Давайте их свяжем. Vertical intro. Связать с сценой intro. Связали. Vertical main. Связать с сценой main. И vertical camera. Связать с сценой camera. Смотрим. Переключаюсь и сразу включаются нужные сцены. Окей. Хорошо. Хорошо. Мы сделали сцены. Связали их. Теперь остается лишь их вывести. Для этого переходим в настройки вот сюда вот. Выбираем виртуальная камера. И выбираем не vertical, не main, а вот этот вот BG. При включении этой настройки у нас создается виртуальная камера размером 3000 пикселей на 1920. И выглядит она примерно вот так. Вот эта вот кнопочка для запуска виртуальной камеры. Открываем TikTok Studio. Жмем добавить источник. Выбираем карта захвата изображения. Жмем добавить. Выбираем OBS virtual camera. У нас виртуальная камера 3000 пикселей на 1920, 60 fps. Формат видео. Оставляем по умолчанию. Цветовой диапазон я поставлю частичный. Req709. Захват звука. Я, в принципе, наверное, могу даже не захватывать его здесь. Окей. Добавить. Что мы получаем? Мы получаем 1 и 2. У нас горизонтальная сцена слева вверху, а вертикальная сцена справа. Итак, давайте сначала сделаем вертикальную сцену. Берем это дело. Обрезаем. Зажимаю Alt, чтобы нормально обрезать. Растягиваю на весь экран. Вижу, что снизу еще чуть-чуть подрезать надо. Растягивать на весь экран. Можно еще чуть-чуть подрезать. Ну вот. Это у нас вертикальная сцена. Все, теперь у нас все наши сцены связаны и передаются в TikTok Live Studio. То есть, например, если я здесь переключусь, то у меня будет и здесь видео переключено. У нас есть видео, но у нас нет звука. Что мы с этим делаем? Мы жмем остановить камеру. Идем в настройки OBS. Заходим в вывод. Аудио. И подписываем аудио дорожки. Можете подписать, как хотите. Это чисто для вашего удобства. Суть в том, что мы на первую дорожку будем пускать все аудио с музыкой и тому подобным. А на ввод мы хотим, чтобы у нас музыка, например, не попадала. Окей. Теперь идем в расширенные свойства звука. И назначаем дорожки. Отключаем все ненужные. Ну, в принципе, это можно и не делать. Но я люблю отключать, чтобы не мешало. Дальше. Беру игру, отправляю в обе дорожки. Дальше микрофон я отправляю в обе дорожки. А вот музыку я отправляю только в первую дорожку. Во вторую я не хочу его отправлять. Что ж, роутинг мы настроили. Теперь идем в док-панели и включаем аудио монитор. У нас появляется вот такое вот окошечко. Жмем правую кнопку мыши. Outputs. Добавляем main. И добавляем вот. Жмем кнопочку show рядом с ним, чтобы увидеть в списке. Теперь я хочу, чтобы мне в TikTok шел звук без музыки. Поэтому я выбираю, вторую аудиодорожку, которая у меня без музыки. Выбираю ввод и выбираю cable input. Собственно, теперь у нас весь звук, который формируется на потоку в Twitch, идет еще и на вывод в виртуальный аудиокабель. То есть, если мы сейчас откроем звук, откроем аудиокабель и мы увидим, что у нас вот здесь есть индикация. Она тиховата немножко. Давайте я здесь громкость микрофона подниму. Раз-два-три. Вот, видите. Вот, могу постукать по ноутбуку. Собственно, видим индикацию. И, собственно, на записи она тоже вот здесь появляется. Окей. Теперь настрою, чтобы у нас был нормальный уровень громкости. Открываю TikTok. Открываю настройки звука. Выбираю микрофон. Открываю настройки. Выбираю микрофон cable output и жму сохранить. Громкость 100%, и мы ее никогда не трогаем. Все. Теперь у нас весь сформированный звук идет, соответственно, сюда. Включаем виртуальную камеру и смотрим, что у нас происходит. То есть у нас звук уходит и приходит сюда. Одна из частых проблем, с которой вы можете столкнуться, это рассинхрон аудио и видео. Решается она с помощью шестереночки и смещения аудио. Если мы включаем смещение аудио, мы можем здесь установить в миллисекундах, насколько мы хотим его сместить. Для этого нужно открыть стрим, что-то говорить, смотреть на синхрон и двигать ползунок время смещения вперед-назад, пока не синхронизируете видео и аудио. Собственно, теперь у нас есть видео, теперь у нас есть сцены. Можем начинать эфир. Можем здесь начинать эфир в Twitch. Теперь вы можете стримить на несколько платформ одновременно и делать это качественно. Если возникли какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Постараюсь ответить. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, включайте колокольчик, переходите на мои стримы. Увидимся и удачи вам с вашими стримами. Пока!